всем привет в этом видео я покажу вам как сшить сплошной бортик на текстильных завязках для круглой кровати или на три стороны стандартной кроватки 120 на 60 сантиметров перед началом работы давайте рассмотрим технический рисунок нашего бортика для готового изделия длиной 240 сантиметров я выкрою два отреза ткани длиной 255 сантиметров и шириной 33 сантиметра расстояние стежки будет равняться 16 сантиметрам обратите внимание на расположение завязок сверху они будут повторяться каждые две строчки стежек снизу каждые четыре жить я буду из китайского хлопка так как ширина у него 160 сантиметров то сшиваем нужную длину нашего бортика 255 сантиметров из нескольких отрезов также нам понадобится синтепон плотностью 300 грамм для завязок я использовала отрезы поплина размером 50 на 8 сантиметров сегодня бортика нужно будет выкроить 28 завязок складываем и прошиваем все отрезы как показано на видео для красоты один край ленты делаем остреньким срезаем уголок убираем все ненужные нитки выворачиваем и отутюживаем каждую завязку вот такие 28 завязок у вас должны получиться в итоге теперь берем один из отрезов ткани складываем его пополам и отмечаем середину вправо и влево от середины на всю длину нашего полотна отмечаем будущую стежку проводя одинаковые линии на расстоянии 16 сантиметров всего получится по 7 линии в одну и другую сторону теперь возьмем наш отрез синтепона так как у синтепона ширина 150 сантиметров то я просто сметала вручную несколько отрезов для того чтобы получить нашу длину 255 сантиметров переть ем к этого видео к сожалению в наличии у меня не оказалось синтепона плотностью 300 грамм поэтому я заменила его взяв несколько отрезов плотностью 150 грамм на синтепон накладываем две ткани лицом друг к другу согласно техническому рисунку который я показывала в начале видео разместим ленты по всей длине нашего портика берем две ленточки складываем их и вкалываем между слоями ткани с помощью иголок и и В итоге должно получиться так, что сверху ленты будут размещаться каждую вторую линию стежки, а снизу каждую четвертую. Продолжение следует... После того, как все ленты будут на своих местах, прошиваем наш бортик по всему периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Убираем все иголки, отрезаем излишки синтепона и обрезаем уголочки для более легкого выворачивания, как показано на видео. Выворачиваем бортик, расправляем уголочки с помощью иголки, зашиваем отверстие для выворачивания и отутюживаем весь бортик. Продолжение следует... Согласно заранее намеченным линиям стежки, простегиваем весь бортик на швейной машинке. Аккуратно обрезаем все ненужные нитки и еще раз отутюжим бортик. Продолжение следует... Вот такая красота с бантиками у нас с вами получилась. Этот плоский бортик удобен тем, что его можно применять при разном уровне матраса. На самом верхнем уровне я просто заправила бортик между кроваткой и матрасом. Затем, когда матрас опустится, бортик тоже как бы вырастет вместе с кроваткой. А также сплошные бортики являются самыми безопасными. Всем спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, то ставим палец вверх и подписываемся на мой канал. Также внизу под видео вы найдете ссылочку на мой инстаграм. Всех жду в гости! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!